Продолжение следует... Попадание Марата, это было бы забавно, но пока их не случаются реже, чем хотелось бы. Тут написано «попадание Мароты», то есть транспортное попадание Мароты. Оказывается, Аллегри уже не тот гений, что доводил команду до финалов Лиги Чемпионов. Так вот, я вижу у этого состава потенциал играть качественнее, чем при Аллегри, но я также вижу у этого состава позитивную динамику развития при Аллегри. То есть, мне кажется, и при Аллегри они станут постепенно играть качественнее. Я уже несколько раз объяснял, как я вижу динамику сезона этого у ЮВИ, с чем, на мой взгляд, связан очень медленный старт. Но Аллегри нужно строить команду с нуля. Проект, который касался Криштиана Роналду, он свернулся, достаточно резко свернулся. И это невозможно не учитывать. Роналду, я думаю, вас это не должно удивлять, это максимально влиятельный игрок. То есть, если он приходит в твою команду, очень много под него адаптируется. И откатиться назад к тому, что было, при том же Аллегри, так быстро не получается. Я вижу это как очень неспешный процесс, который, ну да, наверное, мог бы проходить иначе. Ну, чуть более, чуть-чуть быстрее. Но в то же время я вижу прогресс в этом отношении и у Ювентуса по ходу сезона, и в конкретных элементах работы Аллегри. Этот вылет из Лиги чемпионов я не считаю конструктивным, не считаю, что он был по делу. Поэтому пересматривать свою позицию по работе Аллегри, основываясь именно на этом матче, я не готов. Потому что в этом матче, на мой взгляд, Аллегри проделал хорошую работу. В двух ключевых стадиях он просто разобрал соперника. Ну и не Аллегри виноват, что там Марата, Влахович, у них все-таки основные моменты были. В элементарных ситуациях не отправляли мяч в сетку ворот. Первый тайм был прекрасным. Поэтому Ювентусу еще раз повторю. Так, то есть потенциал играть ящик не есть, но мне кажется, прогресс будет и при Аллегри. Эту динамику я наблюдаю. Второй вопрос про Ювентус. Вадим, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу будущего Аллегри. Насколько вылет из ЛЧ должен сильно повлиять на его будущее в клубе? Ну и снова, так произошел далеко не от самого сильного соперника, из тех, которые могли бы быть. Я считаю, что пересматривать перспективы, основываясь на таком флюковом матче, совсем неправильно. Если Ювентус, если Аньели раньше видел какую-то проблему в работе Аллегри, то есть если он, владея всей информацией до этого матча с Филериалом, считал, что Аллегри не справляется, что нет положительной динамики, я вижу положительную динамику именно в игре, но я не могу знать всех деталей того, как его воспринимают футболисты, какая атмосфера. Если раньше были вопросы у Аньели, то почему бы не провести такую смену? То есть это нормально. Главное, что самое дебильное, что можно сделать, это исходя из конкретного матча, поменять позицию. Вот если у Аньели была позиция «надо убирать в конце сезона Аллегри», я ее уважаю. Если у него позиция «надо поддержать», я ее тоже уважаю. Вот если она поменялась после этого матча, тогда я считаю это максимально дебильным подходом. В какой категории сейчас обитает Аньели? На разных этапах, очень по-разному я его оценивал. Был у него вклад и в создание суперлиги, которая его не красит, и другие непоследовательности, которые скорее исходили не от того же Парати, а скорее от самого высокого уровня в последние годы. А до этого было очень много всего хорошего, которое, вероятно, исходило от Мароты, а не столько от Аньели. В общем, тяжело мне сейчас залезть к нему в голову, но какую-то фигню нелогичную от Ювентуса в последние годы вполне можно ожидать. Субтитры создавал DimaTorzok